Добрый вечер, уважаемые слушатели! И я вас приветствую на нашем вебинаре, посвященной теме проектирования изделий из листового металла. Значит, прежде чем начать, собственно, проектирование, мы с вами познакомимся. Представлюсь я. Зовут меня Савочкин Александр Александрович, и я являюсь преподавателем учебного центра специалист по курсу Solidworks. Мы наш вебинар посвятим созданию вот такого вот корпуса, корпуса для блока питания. Данный корпус создан как раз инструментами листового металла. Изначально мы будем деталь, деталь из листового металла можно проектировать из развертки, потом ее путем инструментов сгибать, можно преобразовывать из твердотельных деталей, создать твердотельную деталь, потом преобразовать листовой металл. Можно проектировать в согнутом состоянии. В общем-то мы с вами будем проектировать деталь в согнутом состоянии, затем получим необходимую развертку. Далее, если у вас не включена вкладка листовой металл, включить ее, и с этой вкладкой мы сегодня и будем с вами работать. Значит, первое, с чего мы начнем, это создание базовой кромки. Базовая кромка, посмотрите, все инструменты заблокированы, базовая кромка, это наш первый элемент, в который мы добавим деталь из металла. Мы нажимаем базовую кромку, выбираем плоскость для создания эскиза базовой кромки, это будет плоскость спереди, и начинаем создавать. Этого эскиза будет линия размером 120. Далее, выходим из эскиза, выходим из эскиза, и у нас открывается менеджер свойств данного инструмента. Смотрим на направление. Сверяемся с нашим чертежом. Значит, 120, здесь 125. Граничные условия на задное расстояние 125. Дальше, настройки листового металла. Здесь мы укажем толщину, толщина у нас 1,2 миллиметра, и укажем радиус сгиба, который будет использоваться у нас по умолчанию, который мы не укажем. Ну, предполагаем, что радиус сгиба у нас равен толщине металла. Соответственно, радиус сгиба прописываем 1,2. Допуст сгиба. Поставим коэффициент К, который это К-фактор, который означает положение нейтрального листа. И все зависит, естественно, от инструмента, которым вы будете, от листа гиба, который вы будете использовать, коэффициент К. Ну, примерно, можно определиться 0,43. Автоснятие напряжения. Оставим прямым углом. Нажимаем ОК. И мы с вами создали первое элемент. Следующее, что мы будем создавать? Мы будем создавать вот эти степени высотой 63,5. Для этого нам понадобится инструмент, который называется ребро-кромка. Выбираем ребро-кромка. В менеджере свойств настройка фланца. Начинаем выбирать кромки. Одну, вторую, третью и четвертую. Следующим нашим шагом, обращаю ваше внимание, использовать радиус по умолчанию. Параметр, соответственно, радиус гиба 1,2. Величина зазора, расстояние зазора между кромками, между угол 90 градусов. И длина. Нас будет интересовать длина. Длина на заданное расстояние. Расстояние у нас 63,5. Следующий параметр, откуда у нас будет анонируется наша длина. Оставляем вот этот параметр, виртуальная резкость снаружи. Далее двигаемся. Расположение кромки. Мы выберем материал внутри. И укажем отсечь боковые сгибы. Допуск сгиба у нас используется по умолчанию. Которую мы задали тип снятия напряжения, тот же самый по умолчанию. Жмем подтверждение. Смотрим, что у нас получилось. Соответственно, если что-то нас не устроило, мы всегда сможем отредактировать. Поменять угол, поменять зазор между кромками. Далее. Следующее. Смотрим по чертежу. Что мы будем делать. Здесь, здесь. Следующим шагом мы добавим вот такие вот ушки. Опять выбираем ребро кромка. И создаем так. На какой у нас стороне создается? На 125. Ребро кромка. Выбираем эту кромку. А далее. Далее. Чтобы создать нам вот это ушко, мы нажимаем «Редактировать профиль кромки». И начинаем редактировать профиль нашей кромки. Размеры. 20. И здесь мы поставим 35. 35 много, можно побольше. Давайте тоже 20 миллиметров оставим. 20 миллиметров. Хотя этот размер не обязательно. Смотрим. На сообщение. Эскиз у нас допустимый. Допустимый. Так, мы еще один размер не добавили. Вот отсюда. Добавим еще один размер. От этой части здесь поставим 15. Эскиз у нас допустимый. Допустимый. Жмем кнопочку «Назад». Мы попадаем снова в менеджер свойств. Менеджер свойств. Видим нашу кромочку. Далее. Двигаемся вниз. И расположение кромки. Мы опять выбираем материал изнутри. Тип снятия напряжения. У нас используется по умолчанию. Прямоугольный. Нажимаем «Подтверждение». Смотрим, что у нас получилось. Получилось такое ушко. Посмотрим, нормально оно или нет. Можем его как-то изменить. Отредактировать данный элемент. Отредактировать профиль. И немножко я все-таки его уменьшу. Сделаю чуть поменьше. Вот этот размер. Изменим на 12. И вот этот размер сделаем 15. Поменьше. Больше мы здесь ничего менять не будем. Нажимаем «Готово». Следующее такое ушко мы получим путем использования инструмента зеркальное отражение. Для этого нам понадобится плоскость. Справочная плоскость. Укажем первую ссылку эту грань, вторую ссылку эту грань. получим вот такую справочную плоскость. Выбираем зеркальное отражение. Отразить относительно нашей плоскости. И копировать элемент. Нажимаем «Подтверждение». Получаем соответственно второе ушко. Плоскость можно искать. Ну и собственно то же самое проделаем для другой стороны. Создадим снова справочную плоскость и воспользуемся зеркальным отражением. Плоскость скроем. Забыли мы про отверстие. Проделаем отверстие. Воспользуемся инструментом «Простое отверстие». «Простое отверстие». Укажем вот эту грань для создания отверстия. Укажем параметр «Связать с толщиной». И диаметр нашего отверстия. Теперь отпозиционируем наше отверстие. Отредактируем соответствующий эскиз. И расположим его так, чтобы центр нашей окружности совпадал с центром нашей крови. Собственно, окружность нашего отверстия нужно нам добавить опять же в зеркальное отображение. Я возьму в дереве и подниму вверх до кромки. Отредактирую зеркальное отображение и добавлю элемент отверстия. Отредактировали зеркальное отображение и добавили туда отверстие. Посмотрим, что у нас получилось. Развернем нашу деталь. Нажмем «Разверт». Свернем обратно и будем создавать. Следующим шагом создания нашей детали будет создание вот таких вентиляционных отверстий. Такого рода отверстия удобно создавать посредством массива, называемого образец заполнения. Для начала, чтобы создать такой массив, мы на этой грани начертим эскиз и разметим область, которую мы будем заполнять отверстиями. Область у нас будет прямоугольная. Размеры области 35, к примеру, на 80. расположим посередине. Так, давайте другой прямоугольник начертим. Прямоугольник из центра. Так легче будет расположить 35 на 80. И такой прямоугольник нам легче будет спозиционировать. Значит, здесь правой кнопкой выбрать среднюю точку, показать на вертикаль. Ну и по высоте. Дальше добавим скругление. Здесь, 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 здесь. И радиус нашего скругления будет, давайте, 6 мм. Вот так вот. Окей. Мы создали область, область, которую заполним, выходим из эскиза. Выбираем массив, образец заполнения. Так как мы не создавали отдельные элементы отверстия, данный массив позволяет создать отверстие, используя этот массив. Создать исходный вырез. Выбираем тип отверстия окружность. Диаметр нашей отверстии 4 мм. 4 мм. Отверстия у нас будут проделываться насквозь. И выберем, настроим непосредственно расположение массива. Выберем перфорации отверстий. Интервал между отверстиями поставим 5. Угол оставим 6 градусов. Нажимаем подтверждение. Посмотрите, немножко не очень удачно здесь создался. Отредактируем массив. Попробуем выбрать перфорацию и изменить угол. Ноль поставим. Вот так. Ноль. Данный эскиз можно скрыть, но ни в коем случае не удалять. Следующим шагом создания нашей детали будет создание вот таких вот вентиляционных отверстий. Значит, для создания этого вентиляционного отверстия нам понадобится опять создание эскиза. На вот этой грани эскиз будет выглядеть вот таким образом. образмерим его. Вентиляется Готово. Создали эскиз. Эскиз полностью определённый. Готово. Выходим из эскиза. И вот этот эскиз и послужит нам эскизом, по которому мы будем создавать, соответственно, наше вентиляционное отверстие. Для создания такого рода вентиляционного отверстия мы воспользуемся инструментом, который называется входное отверстие. Нажимаем. Входное отверстие. Открылся менеджер с поездом данного инструмента. И начинаем заполнить. Первое. Границы. Выберем внешнюю окружность. Материал у нас удалился. Смотрим. Область потока. Площадь. Столько на квадратных миллиметров. Открытая область 100%. Рёбра. Начинаем настраивать рёбра. В качестве рёбер мы выберем вот это и вот это. Толщина рёбер у нас глубина 1,2 миллиметра, равно толщине листового металла. А вот ширину рёбер мы сделаем чуть поменьше. 3 миллиметра. Перекладин. В качестве перекладин мы выберем эту и вот эту окружность. И дадим значение ширины перекладин. 2 миллиметра. Следующий шаг. Граница заполнения. Выберем последнюю окружность. У нас эта область полностью заполнится. Вернёмся чуть выше. И вот в этом радиус скругления укажем значение скругления, которое добавится автоматически. 1 миллиметр. Можно чуть побольше. Полтора. Да, полтора. Отлично получается. Смотрим. Общая площадь, открытая область, если нужно для расчёта. Отверстие нас полностью устраивает. Нажимаем кнопочку ОК. Смотрим, что получилось. Получилось такое отверстие. Теперь создадим отверстие для крепежа нашего вентилятора. Воспользуемся инструментом. Простое отверстие. Укажем грань для нанесения центра отверстия. Дальше. Связать с толщиной. И диаметр нашего отверстия 4 миллиметра. После этого инструмент нужно отпозиционировать. Редактировать эскиз. Думаю на 2 миллиметра. Вот так вот можно увеличить. Но это, соответственно, данные берутся из размера вашего вентилятора. ОК. Выходим из эскиза. И далее воспользуемся массивом, линейным массивом для создания массива отверстия. В качестве направления 1 выберем эту кромку. Интервал установим 44. Количество 2. Второе направление у нас будет вот эта кромка. Интервал опять же 44. Количество экземпляров 2. А копировать мы будем вот это отверстие. Ну и следующим шагом у нас их предполагается 2. Мы отзеркалим. Зеркальное отражение. Элементы копируем, какие? Массив и входуем в емсте. Относительно плоскости 2, которую мы заранее создали. Система нас просит сохранить документ. Делаем это. И развернем нашу деталь. Посмотрим, что появляется. Далее. Следующим шагом. Что мы сделаем в этой детали? Мы воспользуемся инструментом формы. Это такие специальные детали, с помощью которых можно сгибать, растягивать и придавать другую различную форму для создания различных вентиляционных отверстий, для создания различных ребер, фланцев и так далее. Мы не будем создавать свои собственные инструменты. Мы этот вопрос рассматриваем на курсах. Но здесь мы воспользуемся готовым. Для этого нам понадобится панель задач. Панель задач. В панели задач мы выберем библиотека, дизайн лайбери и найдем здесь папку forming tools. Значит, обращаю ваше внимание. На этой папке, там где находятся инструменты формы, должен быть установлен параметр, что это и является папкой инструментов форм. Иначе у вас ничего не получится создать. Инструментов формы. Выберем инструменты формы. Ну, например, вот такой. Перетащим его. Большой достаточно у нас. Посмотрим, что у нас еще здесь есть. Такой вот. Ну, вот такой. Или лучше давайте с другой стороны сделаем ребра. Ребра тоже, да, охлаждение. Вот такое. Lovers. Перетащим. Перевернуть инструмент. Конфигурация инструмента у нас только одна. По дефолт. Связать инструмент формы. Оставляем. В случае изменения инструмента формы у нас будет меняться здесь. И в расположении мы можем настроить расположение нашего инструмента формы. Расположение нас устраивает. Можем развернуть его как-то. Если необходимо. И нажимаем кнопочку ОК. Значит, где-то я тут один лишний инструмент поставил. И смотрим, что получилось. Такое ребро. Их инструменты формы можно добавлять в массив. Пожалуйста. Их можно добавить в массив. Нажимаем ОК. Смотрим, что у нас получилось. Получилось вот такая деталь. Получилась вот такая деталь. В общем-то, мы практически завершили проектирование нашего корпуса. Посмотрим, что у нас получается. Обращаю ваше внимание, что элементы формы не разворачиваются. Размеры листа, которые вам необходимы для того, чтобы изготовить данную деталь, можно посмотреть вот здесь. Вот здесь вот элемент, свойства. И здесь мы можем посмотреть толщину металла и, соответственно, площадь граничной рамы. Ну, а размеры можно воспользоваться инструментом измерить и, соответственно, замерить, какой нам нужен размер листа. Сохраним нашу деталь. Назначим ей материал. Воспользуемся существующим материалом. Стоит у нас будет алюминий, к примеру. Пусть сплав 1060. Материал назначился, текстура поменялась. Проанализируем массовые характеристики. Смотрим. Вес нашей детали практически без малого 132 грамма. Закончить проектирование нашей детали мы можем, создав крышку. Для этого воспользуемся вот таким инструментом базовая кромка выступа. Укажем плоскость, на которой мы нарисуем эскиз. Вот это вот. Это и вот это. А дальше воспользуемся преобразованием объектов и преобразуем эту, эту, вот эту и вот эти. Соответственно, нам их нужно соединить. Выходим из эскиза. Нам предлагается настройку. Настрой толщины листового металла. Смотрим, куда у нас добавляется материал. Жмем реверс. Реверс. И важно, параметр объединить результаты снимаем. У нас получится многотельная деталь. Потом можем разделить, сохранить отдельно. Соответственно, как только мы сняли объединить результаты, у нас добавляется параметр допуск сгиба, снятие напряжения. Нажимаем ОК. ОК. У нас теперь две детали. Две детали. И для этой детали мы воспользуемся следующим инструментом, который будет называться обработка углов. Затупленный угол, обработка углов. Укажем здесь, здесь, здесь и вот здесь. Тип затупления фаска, либо скругление. Фаска, либо скругление. Выберем скругление. Радиус скругления. Укажем 2 мм. Нажимаем ОК. И смотрим, что у нас получилось. Не забываем сохраняться. Дальше. Далее. Мы можем, соответственно, проделать отверстия в крышке, воспользовавшись существующими, привязаться к ним, преобразуя в объекты эскиза. А дальше элементы, вытянутый вырез. Нас спрашивают, как связать с толщиной. Дальше. Область действия элемента. Так как у нас деталь теперь многотельная. Нам нужно указать область действия элемента. И укажем только на вот это тело. Теперь, если мы будем менять расположение этих отверстий, на соответствующей крышке они будут меняться автоматически. Теперь у нас будет две развертки. Обращаю ваше внимание. Здесь и здесь. Но данную деталь здесь разворачивать нечего. Но если бы какие-то еще сгибы были, что-то туда. Их по отдельности можно развернуть. Следующим шагом мы можем заделать здесь и здесь швы добавить. Для этого мы воспользуемся сварной угол. сварной угол и выберем боковую грань для угла. Так, ну... Так, ну... Сваривать. Вот оно. Окей. Теперь здесь. Окей. Здесь. Здесь появился, наконец, предварительный просмотр. Окей. И здесь, здесь мы тоже добавим сварку. Смотрим, что у нас получилось. Получился вот такой вот корпус. Далее можно добавить различные выштамповки для крепления плат, для крепления других деталей, допустим, для крепления трансформатора, для крепления каких-либо плат управления и так далее. Добавить дополнительные отверстия, необходимые для кабелей, проводов и так далее. Это уже делается аналогичным способом, как мы делали вот здесь вот. Добавляли эти руки. Сохраняем нашу деталь. Смотрим массу. Последний шаг. Последний шаг. Это создание чертежа. Выберем формат. Далее. Выбрать тело. Создать чертеж только на вот эту деталь. У нас деталь многотельная. Создадим развертку. При создании чертежа развертки у нас автоматически добавляются линии сгиба и указывается, куда нам гнуть и под каким углом. Можно добавить размеры, естественно, на чертеж, необходимые для создания этой детали. Получили чертеж. Теперь эту деталь можно изготовить. Ну и в случае использования станков с лазерной резкой вам нужно получить файл в формате .dxf, который вы отдадите оператору станка, и он его уберет. Для этого нужно сохранить развертку в формате .dxf. Делать это очень просто. Значит, выберем развертку. Правой кнопкой. Экспорт. .dxf.dvg. Листовой металл. Развертка. Ждем, что у нас получилось. Требуется время. Пожалуйста. Обращаю ваше внимание, что ничего лишнего здесь нет. Только развертка. Какие-то объекты, если остались, вы считаете, они вам не нужны. Вы можете их выбрать и нажать удалить. Смотрим, остальное все в порядке. Нажимаем кнопочку сохранения, и наша развертка сохранилась в формате .dxf. Теперь мы можем ее отдать на изготовление. Вот она, .dxf. Приглашаю вас также посетить остальные курсы, касающиеся SolidWorks. Расписание наших занятий вы можете узнать у администратора, либо посмотреть на сайте специалист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова